а теперь можно наверно поговорить о трудностях разного рода психофизических ощущениях временных неприятностей которые возникают в процессе активной медитации установления стойкого контакта с нисходящей эволюционной энергии ну первое не совсем приятное ощущение возникающие в ходе реализации практики активной медитации это могут быть распирающие головные боли голова как бы пытается раздуться что ли изнутри макушка открыта у монет энергия вошла дальше не проходит и проходит дальше значит избыток и и вызывает ощущение распирания внутреннего головы что голова как бы пытается расшириться но у нее не получается и возникают головные боли такие тяжесть распирающих более головных может такое быть может быть а может и не быть энергии может пройти ниже сразу тогда этого симптома распирающих головных боли может и не быть ну мы знаем что многие люди ну вы знаете наверно жалуется на головные боли жалуется на головные боли потом не повышается давление соответственно с в эти периоды повышения давления происходит если происходит у людей годами то они становятся гипертониками хроническими то есть это простой очень сам по себе вариант заработать гипертонию когда магнит сердцу тебя достаточно хороший когда ты в общем-то должен следовать по пути сознательной эволюции от и откровенно игнорируешь вот то расчеты пришел на эту землю а энергия всеми правдами и неправдами притягиваемые магнитом сердца еще достаточно хорошо развит то есть вы имеете духовный талант но не реализуете его на проникает ваше тело в районе головы концентрируется и соответственно стойкой энергетический застой в этом регионе вызывает и воздействие на структуру мозга на то что регулирует кровяное давление застойный процесс гипертонии хроническое возникает понятно вот я элементарно на работе это было элементарно гипертоникам но на кончик носа мгновенно ты красный у тебя 200 давление да ну мгновенно погляди все проскакивает энергию давление на это просто элементарные опыты озеро все время в голове представляете вот она проблема проблема возникновения гипертонии она очень просто так же как и разного рода процессов щитовидной железе в легких сердечно-кишечном регионе и ниже понятно застойные энергетические процессы в центрах этих чакр это первично а потом уже начинается материализация кристаллизация болезни в то что болезнями называет начали на только на тонком уровне тоже есть хотите быть здоровыми откройтесь энергии по максимуму здоровым насколько это возможно без подручных средств они и все развед плохо тоже хорошо но хотя бы это вот стимулом может послужить не духовные наработки но хотя бы вот по врачам поменьше шастать и понимать причину возникновения разного рода патологий обязательно не начинается с тонкого плана деструктивных явлений застойных явлений в энергетических центрах других причин нет с этого начинается потом уже пошла кристаллизация я не говорю каких-то генетически предрасположенных вещах но по генетике заболевать но все равно можно минимизировать и эти вещи когда энергетические процессы сбалансируются в организме прежде всего на тонком плане там должны быть они сбалансированы если там не сбалансирован то не такие внешние таскать вот попытки воздействовать на следствие они на причинный фактор они не не приведут никогда к полному излечению это бесполезно во всяком случае организм даже не адаптируется не сможет адаптироваться к этим нарушениям то что по-настоящему если болезнь не лечить если ты заболел и еще живешь то я благодарен отметь дмитриевич ольшанскому известному советскому психофизиологу готова сказал что болезни то есть ну-ка говорите не подожди болезнь это жизнь с компенсацией утраченных функций жизнь организма все все организм способен если вы открыть тем более том поток компенсировать по максимуму то что вы там в результате болезни у теряли по здоровью понятно максимально компенсировать спас но лекарство можно помочь начальном этапе но потом идет компенсация естественная тоже проверено и не только на личном опыте вы то еще есть до наблюдений тоже ну среди вас тоже кто-то там жаловался на что-то потом смотришь там посоветовал кажется вот вы видите помогает так что с явлением головных болей распирающих сталкивается практически каждый по жизни даже не встающий на путь понятно наверное ну обязательно они сбывают у кого-то до головные боли бывают распирает голова трещит но это как раз вот энергетический процесс энергии дальше не идет макушку проникает застой энергия до механизм крайне прост скапливается энергия которая попадает макушку ниже проникнуть не можно не может временно скапливается это вызывает болевые ощущения но если вы стали на путь сознательной эволюции начали медитировать и у вас начались болевые ощущения в голове радоваться этому надо не расстраиваться не боятся наш макушка открылась но как правило дальше проскакивает у готова хуже к серьезным изменениям и ни в коем случае не прекращайте активная медитация наш головные боли явление временное не пугайтесь пройдет проскочит она может немножко концентрирует чуть ниже вот здесь вот в районе груди она проскочит из головы или на кончик носа поглядеть пройдет обязательно голова то временное явление если вы стали на пути медитируете активно открываетесь потоку то все в порядке а те кто вообще ничего не делают но без всякого пути просто живут они голова всегда тяжелые всегда боли всегда гипертонии со всеми вытекающим они еще нервны все все ужасно все страшно мысли добавляют им это ужас и страха коронавирус банкротство эти со еще чего-то конец дома неприятности жена ушла вместо чтобы радоваться и ушла а здесь реальности ребята тот тоже механизм очень серьезно и пошла поехала видите как все вот как у людей накапливаются вот эти проблемы на совершенно на пустом месте проблема создаются из ничего в уме а потом уже психофизика страдать начинает вот она уже психофизика на телесный уровень переходит с трудностями с болезнями прочим понимаете как вот он пусковой механизм конечно меня может идиотом считать те кто умные там доктора шаль там али еще как и там все великие врачи но вот я увы такой я не теоретик поэтому в этом плане говорю то что ну знаю не придумываю знаю ну ладно и если вы несмотря на головную боль продолжаете активная медитация вы проталкиваете энергию или она сама по своим напором до проталкивается ниже лежащие отделы тела и головные боли исчезают нету правы могут возникнут другие неприятности которые тоже должны вас радовать когда энергия спускается ниже там тоже могут быть неприятности но они радовать вас должны что она пошла ниже энергия это может быть катаральное состояние першение в горле и кашель сейчас довольно часто проблема в районе щитовидной пары щитовидной железы возникает там какие-то злые появляются это застой элементарной в этом центре застой в горловом центре все куда деваться от энергии материализуется в форме патологии щитовидной железы а диабет сегодня сахарной лет болезнь бездуховно который возникает вот диабет не который врожденный там каким-то генетическим каналам передается это там застой в районе попочечного центра бьет по поджелудочной железе все болезни от этого все танцы вот оттуда с тонкого плана значит вот здесь кашель першение нормально хорошо откажешься от першил и пошла дальше энергии а что дальше но дальше вообще песня вот то самое счастье который я десять лет испытывал не зная почему это происходит но стойко выставил к врачу не пошел и кардиостимулятор мне не поставили перебои в работе сердца кошманные могут быть если ты не не понимаешь по пути не идешь а вот надо пойти ясно вот когда идешь обязательно столкнусь с этими с перебоями в работе сердце не пугаться обязательно столкнуть над временным явлением будет тоже представляете кое счастье когда не начинается у вас у ко мне приходит некоторые тальца 2 7 у меня были были эти сердцебиение таки как деву молодец пошла она ниже поздравлять с этим у меня 10 лет каждый вечер перед засыпанием в покое ума я же не медитировал ничего не делал только стихи писать до становления на путь это было что-то страшное честно говоря то сердце работало как хотела часа полтора-два я просто приподнимался и сидел ждал пока она там это самое отбунтует и потом от усталости просто провалился спал десять лет но вам же такого же не будет вы же теперь знаете а чё это происходит сразу протолкнете все да а я вот сидел на одном месте все было вот так так что радуйтесь перебоем в работе сердце если их у вас не было если были то это значит говорит о вашей действительно о вашем таланте духов что энергии все-таки пробиралась туда давала вам сигнал а вы игнорировали я ведь его все просто я вообще элементарно простым вещам свожу вообще весь патогенез всей вот этой вот огромной это самое в 20000 с лишним наименованием симптомов синдромов и заболеваний который на придумали ученые врачи чё надо начинать с воздействия на причину а мы пытаемся со следствиями бороться сейчас чем меньше меньше таскать дробится все до мелких трапезнов и борются с вообще с копеечными этими самыми следствиями раньше хоть на причину не на саму влияли ногу это на фактор который на под причиной что-то стоит вот бедные над причиной пытались это было лучше хоть комплексное воздействие с этого не сейчас по мелочевки иммунитет разбазарили полностью и все вот эти прививочные вирусные заболевания два раза в год вы обязательно должны катаральными армии вот этим переболеть но не переболеть а пересопливиться неделю там или 10 дней два раза в год вас начинает пичкать прививками всякой дрянью и соответственно убивает весь иммунитет корона вирусом же не дурак бы это что живут убили иммунитет нужен неужели меня не испугаются я приду тогда и приходит понимаете ли не убили иммунитет убили сразу начинают лечить маленькую сопливость чуть такой пока пойти в нос если трудно даже присните вот этой ерундой с эвкалиптом если высокая температура но аспиринчик простой советский все за пять дней вы здоровы и больше ничего нет новомодные препараты страшные какие-то дорогие от всех болезней на все случаи жизни вот этот кошмар он приводит вот тому что сейчас вот мы пожили иммунитет это нету никакого биохимический манике все перестает существовать его нет он окончательно перестала его уже передают из поколения в поколение генетически с отсутствием иммунитет он отсутствует вибрационного иммунитета нету так что вибрационный нарабатывайте можно же все-таки что-то настоящее над биохимическим найти есть он этот вибрационный иммунитет открываетесь силе понятно я примитивно объясняю на пальцах буквально медицина стала вместо бога вместо бога ну да наверное место бога медицина ну кто вся к богу никто не обращается только официально если в церковь сходить там официальное обращение к богу все в порядке со свечкой боли в районе солнечного сплетения значит там застревает эта энергия там значит проблема язва 19-песной кишки желудка гастрит и поджелудочной железой проблем вот здесь застой вот я говорю я центр сейчас чувства вот я про какой центр говорю у меня он отзывается то есть вы сразу на себя проецируете вот вы мне посылаете эту ерунду сюда все но я чувствую это самая большая проблема вот она вот вот у меня комок там стоит честно потому что это жизненный центр витальный центр он как в древности считался во все мы живем в поле витала вот это вот тут вот проблема главная проблема кишечка страдает ну пищеварительная тракта в основном а задача поесть как следует на лопаться и чтобы ничего не болел сразу таблеточки какие-то порядке могут возникать еще из неприятных ощущений вот чувство задержки или остановки дыхания как временное затруднения дыхание кого дыхание вот останавливается это бывает когда энергия достаточно мощная идет но уже открыт и чтобы не перекислять не не закислить организм уж хватает энергии на клеточном уровне происходит ну спазм дыхание кратковременно когда переизбытка энергии нисходящий не надо пугаться бывает чего нормально не пугаться все идет по плану и так постепенно в нисходящем порядке открывается мягко все энергетические центры что еще может быть возможно повышение кратковременно и от нескольких часов до одного-двух дней повышение температуры день-два повышается температур клетки могут гореть а может быть холодный жар ощущение что тебе жарко на самом деле ну как бы но не а зло по температура нормально даже больше ниже нормальной новом у вас ощущение жара тоже такие явления возможно это связано с индивидуальной клеточной реакцией на воздействие избыточного количества нисходящей энергии но избыток может быть энергии либо клетки с ней незнакомы просто такая первичная реакция на прикосновение этой энергии незнакомой временной неприятности могут такие быть еще что может быть могут быть боли в пояснице боли в суставах летучие боли в районе позвоночного столба это тоже связано с энергетическим процессом так что если вы выяснили что это неприятности временные их над принимать с радостью с полным пониманием их позитивного в конечном счете значение ни в коем случае не боятся тело должно привыкнуть потому что ничего не боятся ничему не удивляться тело то есть тело должно адаптироваться к работе этой энергии на клеточном уровне обязательно обязательно она будет как-то отвечать отвечает нерадостно поначалу ну когда вы заболевает вообще все нерадостно да а тут вы должны это радостно воспринять нерадостно и понимая что вы специально открылись эта энергия этому процессу идет процесс уже так сказать позитивном направлении вот как заболевают то не знают чем это происходит это заболел то заболел бегут врачу там уже пресс курант этим меню какие болезни ради бога даже есть ничего не найдут пяток найдут ну так для страстки понятно вот так все возникает вот эти прикосновения энергии на клеточном уровне прорыва когда она прорывается вызывает эти ощущения опасливые вас опасения раз другой третий но побежали естественно к врачу сейчас на каждом шагу к углу куда не плюнь там аптека тот самый сбербанк нет банки аптеки и еще что хочу мне вот детам рестораны и похоронное бюро так что медицинский центр в таком переизбытке я даже не могу себе представить как так можно расплодиться в таком количестве но поразить паразитировать вот на всем это просто страна я рассказывал что когда мы были молодыми пили пиво стояли павильоны пивные вкусно было хорошо можно было поговорить сейчас в этом где пивной центр там сейчас медицинский цель вместо пивной вот была пивная и там сейчас в этом помещении медицинский цвет от практологии гинекологии стоматологии там вообще все вот в одном месте все наверно два три врача со смежными специальности мне вот так кажется ну так так что в 23 но по любым вопрос я тоже не шутка тут чехов если бы он написал наш хирургии помните писал у него расскажет там на медицинский эти вот сейчас бы он написал вот роман на 1 тем медицинский центр ладно так что временной неприятности при медитации активно обязательно должны дать о себе знать вы должны принять это как данность как факт с пониманием все это временное проходящее запомнить что все ваши страхи все ваши сомнения которые возникают в уме по тому или иному поводу вот что касается то есть каких-то неприятных или боевых ощущений в теле они спускаются до клеточного уровня и в общем то вы пугаете этим самым клетки то есть ваш страх в уме он мгновенно эридирует и передается на клеточный уровень когда возникает подобная ситуация подобное но уже снизу страйк всплывают не из вашей головы они иницируют вашей голове страх как обратную реакцию то есть вы заболеваете то есть установите хронически больным это тоже элементарная вещь вполне элементарной с точки зрения механизма как это закрепляется кто же вам об этом скажет важно надо лечить до умопомрачения до гробовой доски а значит смысл существования врачей теряется как мать сказал врачи существует только потому что существует болезнь если их нет их надо выдумать вот и все болезни тогда появляются врачи отчасти это венна я не хочу возводить этот из них и абсолют что воли божьей иногда вот сегодня то это и обратиться к врачу потому что не все мы уже в состоянии неким образом справиться но слишком далеко заходят некоторые процессы с помощью каких-то иных средств кроме как врачебное вмешательство об этом тоже надо помнить понятно так что обращайтесь к врачу если требуется на самом деле я всегда подчеркиваю чтобы счет в обращениях к врачу не финансовый а в чью пользу вот болезнь до чтобы где-то 3 независимых говорили об одном есть один говорит об одном другое другом 3 а третьим патология размывается значит они придумывают вот чтобы это было вот так сходите раз счет там 10 пошли в другое место 11 в третье 21 но в четвертое 31 на что дети поняли или нет сейчас только так если у вас нет своего врача которым бы доверять который ваш не свой по финансовой этой самой вот линии а под свой нормальный человек ясно есть у вас таки а может и не надо да вот хорошо если ко мне когда-то подходит вот люди чет спрашивают те кто послушал что я сказал в общем-то они живы до сих пор иногда спрашивают я говорю когда надо обратиться к врачу вы надо не без обратиться то есть пор живут ну а некоторые на бога надеются которого в них нет можно надеяться только когда ты в нем он в тебе и ты в вот тогда все идет по плану свыше а так во связи с ним нет вы можете на придумать что вы с ним связаны что у вас это обихаживает что бдит насчет вас у вас связь нет канал связи напрямую нету его понимаете психотерапии бывают случаи когда нужно получить квалифицированные врача помощь они сейчас нередки вот в процессе активной медитации и некоторое время спустя вы можете почувствовать или услышать как хотите но у кого как это происходит тоненький ручеек нисходящей энергии который может как-то шуметь вот создавать какой-то фон шумовой в районе головы вот такой шумовой эффект и со временем этот ручеек расширяет свое русло и практически постоянно у меня это было так практически постоянно я слышал характерный шум в ушах шумит 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 энергия шумит она фон мой какой-то шум я назвал это реликтовым звуком вечности что ли вот то что изначально наверно пронизывает всю вселенную вот этот тоненький ручеек он отживается вот этим реликтовым шумом и когда вы услышали этот шум но он у вас проявился что ли пробился реализовался стал реальным тогда вместо активной медитации просто слушайте этот шум свободное время слушать вот слушайте с него и все он молчит а вы слушаете не радио слушайте не новости не музыку а этот шум как только он у вас появился вы его услышали вот и слушайте вот вам медитация без мысли его слушать и без мысли на то когда а вот ни сухого такого виды вот его сухой к у кого-то он мокрый у кого-то сухой у кого-то полусухой нет я не не могу сказать потому что каждый субъективно говорит о своих ощущениях не могу я сказать какой звук он звук у меня его не был он стал вот этот звук я понял что это звук вот оттуда и все некоторые говорят как будто холодильник работает мне женщина говорит вот какой-то звук холодильник кто-то говорит пчелы жужжат пчел уже нет сейчас жужжать никому их очень мало осталось тот кузнечики сверещат вот какой-то такой вот звук но он есть он принципе должен быть как-то должны внутренним слухом ощущать сам все поток потом ты к нему привыкаешь и по сути он становится неразличим но если ты в паузу вот сделаешь слушаешься он будет привыкать да он привычным становится вот и все также медитация на звук может быть то есть слушать то что звенит там берещит я не знаю ну как хотите называйте это это медитация на звук то есть вы концентрируете свое сознание на самом звуке так же как можно на кончике носа в молчании глядеть центре внимание на кончик носа можно на звуки это центрировать эффект хороший эффект попробуйте на звук медитировать можно в любых условиях тоже и постепенно постепенно если вы правильно и последовательно реализуете эти рекомендации о которых мы ведем речь начинает ощущать в своем теле некое такое тепло что ли застекающиеся легкое блаженство этот ручеек нисходящей энергии он начинает на клеточном уровне вот такие состояния в теплого блаженства периодически вам преподносить вот не часто но временами это бывает то есть свист вот это а свист свист это звук да и я говорю сейчас а клеточных реакций когда клетки некое блаженство начинает испытывать они начинают вибрировать в каком-то одном ритме то есть если все клетки у нас в теле каждый таскать на свою набор на луну были настроены как-то в разнобой себя ощущали то есть некоторых пор возможно ощущение единства клеточного как все клетки на одну волну начинает настраиваться периодически это ощущается как все тело до вибрирует вот каком-то на одной частоте что ли биологические заходите и когда связь с нисходящим потоком прерывается бывает такая такое потому что он не работает постоянно вот в одинаковой степени интенсивности он с передышками работает но чтобы не перенес загружать вас слишком энергетически и вот когда связь с ним теряется периодически это бывает то вы начинаете испытывать дискомфорт как-то не так вот было так а вот как-то не так это тоже ничего страшного в этом нет этот процесс такой что энергия она работает когда нужно она включается когда нужно вы ее намеренно тянуть не должны хотя есть ощущение есть ощущение что можно потянуть можно добавить интенсивность я знаю как это делать это делал но избыток энергии никогда не дает положительных результатов я просто знаю случай когда человек который но взялся взялся но я бы сказал действительно со звериной серьезностью открытия поток он почувствовал как можно его тянуть начинал тянуть а потом начинаю с неприятности во всех энергетических центров он просто передозировка энергии баллов тело не надо его специально тянуть я знаю как тянуть научить не могу вы сами можете почувствовать как ее подтянуть но ее можно сверху тянуть вниз только не надо этого делать дети иногда этим занимаются я обращал внимание на маленьких детей на сына и на дочь что они в какие-то период как-то сжимали кулачки вот какой-то у них такое было странное состояние может как ты сучка какая то я понял что состояние подтягивать энергия сам может она подтянулась то есть они инстинктивно подтягивали энергию когда у детей это рефлекс не сжимали кулачки так немножко глаза прикрывали вот это вот вибрация шла так что не пугать есть ваш ребенок вот там может это не они не эпилепсии не тряска он подтягивает энергию это инстинктивный момент там не учат то есть тело сама но так собирается но можно ли использовать для связи с для восстановления связи или вообще для связи с нисходящего все на энергией мантру помыли вам ну начали можете поиграть но не заиграетесь это за играете так и будет а ума ума и надо надо уходить постепенно от подручных средств он должен молчать и все будет в порядке и на таких мантр да это нисходящий мантра ум или он нисходящий она тянет энергию от макушки вниз сам сам звук все эти сочетания этих звуков и наиболее эффективно произнесение мантры если вы произносите не звуком а мысленно но ум или аум мысли вот так мысленно то она ощущается гораздо более интенсивно вот пол результат слова хуже это так из области эзотерики это не обязательно я просто вам говорю если вы где-то прочитали попробовали мантру мы совсем не обязательно еще из области не не совсем приятного в районе головы сердце а порой и во всем теле во всем теле возможно кратковременее ощущение пугающей пустоты копки страшно пусто даже тело как будто вот прыгайте вас высоты или как на качели под дети когда качаетесь до вниз вот такое ощущение невесомости вот возможно такие ощущения пустоты кратковременной ощущения они связаны со спонтанным пационом нисхождением в тело энергии более высокого качества я бы сказал супер ментальной энергии очень быстро проскакивающие от макушки вниз вот как будто и туда тоже прыгаешь это тоже ничего страшного не пугайтесь это нормальное явление только энергии более высокого качества вот это супер ментальная энергия она так вызывает ощущение если она пациона быстро проскакивает это вот как будто ты куда-то вниз проваливаешь не страшно не должно быть страшно и еще раз вам это тоже из области ну таких не обязательно но могут быть и такие явления неприятные но по сути приятное важно необходимы если вы пройдете нормально с пониманием и проблем не будет да еще о еще это вот самое главное забыл то так что вас больше всего интересует через больше интереса ну что но болезни же вас интересует больше всего это вообще на первом месте правильное болезни и здоровье так вот на начальном этапе контакта нашего телесного сознания с нисходящей энергии возможно временное обострение хронических хронических и доселе скрыток дремлющих заболеваний от энергию стремляется в тело и находит проблемные точки идет туда она глупая она хочет что-то вылечить что-то она не может там сигнал сос то есть она идет туда где неважно все ясно в организме тоже она туда рвется и у вас возможно обострение на начальных этап работы дремлющих каких-то проблемных вещей которые иногда в общем-то не врачу и ци этой силы а требует вмешательства и врачебного то есть нашли и вот это ясно или обострение хронических заболеваний только в памяти там где-то хранятся это энергии туда в память в эту залезла всплывает это самая матрица заболевания у вас вроде как повторяется то что когда-то было это вообще-то обязательно вот все старые ваши вещи они должны как-то коротко и ясно всплыть на поверхность да чё ты говоришь чего если аллергическая ты думаешь что это аллергии вообще аллергический реакция на мой взгляд это самое лучшее что может быть потому что это некая защитная реакция которая берет на себя что-то что могло бы сильно повредить на глубоких уровнях вообще сегодня аллергические реакции очень много то есть эта реакция организма попытка не впустить чего-то глубоко это мое и мать об этом говорил она говорит что это реакция не одна клеток не одна окончания на губительные воздействия внешней среды и всяких вот деструктивных факторов что организм сопротивляется он более глубоких изменений не дает более глубоким изменениям а произойти а у детей начинает это сразу сбивать все и там вообще все не так вот не так все вообще все не так не совершенно неправильный подход проблеме причинности заболеваний так называем меня всегда это интересовало я в институте в медицинском для меня было очень важный был такой патологонатом ипполит василищ давыдовский который первым начал разрабатывать проблему причинности медицине на философском уровне его первые статьи были но я там не нашел прямого ответа но тем не менее я понял что вот это главное проблема то проблема причинности заболевания чего не возникают то не от микробов там не от чего-то от какой-то базовый это сам какой-то базовый фактор должен быть вот от наш отказ сознательно эволюционировать и есть базовый фактор возникновения всех патологий то есть мы не соответствуем требованиям эволюции все она это сила она просто свое продавливает невзирая ни на что хороший ты человек замечательный семьянин хороший актер хороший писатель композитор ей плевать на это ясно ей важно эволюционный продукт что-то собой представляешь плане эволюции больше ничего вот это надо для себя выяснить ты можешь быть вообще замечательным человек обо всех от наш но увы не выполнять свое главное предназначение тор отчет пришел вообще на это всем знаешь ты не знаешь это неважно эту силу не волнует этот вопрос поэтому от правильное духовное просвещение которым я постоянно твержу она очень важно сейчас очень важно чтобы люди получили а то о самом главном по телевизору передача это болезнь а самым главным выступают врачи как мракобесы средневековые уводят вас вообще в гемори вашего организма делаю вас больными уже когда вы включаете телевизор потому что вы сразу его включаешь встать больных если вы все делаете правильно согласно с рекомендациями которые вам даются да то вот те процессы которые связаны с обострением хронических и доселе скрытых древущих процессов даст они его общем то как вы выявлены слабые точки организма тоже врачу лица насколько это возможно эта энергия нормальное явление энергии большего качества начинает санацию тела на тонком плане начинает заглаживать все что можно таскать загладить все изъяны тонкого плана и насколько это возможно уже и на материальном уровне энергия врачует насколько это возможно понятно что есть слишком запущенные вещи которые ей не под силу ей от энергии тем более вы не связаны и не связаны показ истина божественном бы не есть продукт духовной эволюции то есть вы пока еще не под защитой вот стопроцентной свыше ясно вы только прощупайте путь туда поэтому требовать врачевание стопроцентно вот эта энергия которые вы открылись в один момент глядя на кончик нос но глупо со временем вы замечаете что все чаще и чаще нисходящая энергия входит в спонтанного ощущать что она включается начинает шуметь без медитации без каких стимуляций мантрам или словом просто работает она потом прекращается от может приходить вот ее прекращение работы и возобновлений в любое время любом месте в процессе разговора процессе еды просто раз чувствуете пошла энергия потом вдруг нету и дискомфорт легкий потом опять пошла то есть не вы включаетесь не медитации уже никакой роли не играть просто идет процесс как бы автоматически автоматической настройки вашего тела вашего организма на эту новую волну вот и все автоматически начинает происходить вы начинаете замечать и так постепенно без каких-либо энергетических потрясений в вашем сознании вашем теле начинается спонтанный процесс эволюционной трансформации вы начинаете ощущать в вашем теле в организме пробуждения доселе дремавших энергий разных энергий в чем вот период у вас появляется зуд целительства что вы бы могли бы кому-то помочь потому что ощущается движение энергии вот есть ощущение что у тебя появились какие-то силы доселе неведомое тебе вот что вы можете кому-то помочь вот полечить но зуд целительства надо категорически все отвергнуть да до тех пор пока не пройдены главные веки на пути сознательной эволюции а там видно большого целительства подумать что главное запомните до рождения в духе до полного что ли приятие вот той силы которые вы открыли никаких опытов целительства тем более как средства еще извлечения прибыли некоторые у них зуд такой что я помогу ну ладно может от благодаря категорически нельзя этого делать просто категорически и одним из значимых результатов регулярной практики активной медитации является спонтанный процесс пробуждения энергии кундалини в нижнем центре обыднет происходит в периода интенсивном нисхождении энергии проявляется форме своеобразного закипания или болевых ощущения даже в основании позвоночного столба боли возникают в районе копчика и такое ощущение как пузырьки там какое-то закипание вот шевеление вот там шевелиться нечего но начинает шевеление это процесс пробуждения энергии кундалини в нежележащем центре перни бы в самом нижнем центре же энергия от макушки головы дошла минуя все центры раскрыв их установив между ними энергетический контакт она начала работать нижнем центре чтобы вскрыть его и дать возможности деньги кундалини выйти на свободу в пространство над головой и активизация процесса закипания кундалини чаще всего наступает перед засыпанием вот в состоянии покоя легли и вот начинается эти шевеления активно там чет шевелится что-то начинает подниматься тетя живое до пограничном состоянии между сном и бодрствуем это очень хорошо наблюдается могут быть яркие световые вспышки по всему зрительному полю прям фейерверки тоже этого пугаться не надо закипанием кундалини отдельные искорки могут проникать до уровня головы ему как бы выстреле фейерверки могут быть все энергия при подъеме энергии кундалини она ощущается с подъемом до уровня там пупка а потом выше потом выше до уровня груди и в районе головы там уже свет такой огромный свет фейерверки все там салютуют тоже не надо пугаться культ такой быть дайте развиться процесс вот будьте просто наблюдатель любые процессы энергетические они должны развиться без вашего участия без стимуляции и пугаться не на то есть доверьтесь силе она все сделает так как над еще наступит период обязательно наступает такой период когда вы станете получать откровения свыше по самым разным вопросам вы можете начать писать стихи не ахти какие но начать рисовать на музыку сочинять но если есть позывы к творчеству фиксируйте ваши творческие откровения там чуть запишите нарисуйте пусть будут но не пытайтесь это показывать там никому не надо пока ясно может это уже еще не шедевр но кому нужны сейчас эти шедевры никому вообще-то сейчас глядишь на всю эту музыку на картины на стихи и на проза будет кому это нужно я смотрю на книги у меня от миллион книг прочитаны кому это нужно никому вообще-то вот для главного честно говоря ведь ничего не нужно это не не к тому чтобы не читали там что то есть вкусные книги они у меня тоже есть вот вкусно они для меня просто вкусно и но как крем-брюле подтаянно но их не так много но не есть а вот все остальное вот необходимость это рутинная работа я по необходимости все это делал потом смотрю нужно ли это для пути то было для пути то не нужно все эти оперы театры балеты на нужное время